Так, добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук и давайте рассмотрим с вами интересные идеи на начало декабря. Всех вас поздравляю с наступлением зимы, скоро праздники и давайте посмотрим, что интересного нам готовит рынок, будут ли подарки под Новый год для нас. Давайте рассмотрим с вами нефть. Нефть, как вы знаете, да, и все следите, что сейчас ее очень сильно о лихораде, да, слили. И вот такая ситуация, но вчера был такой неплохой фундаментально и по технике день, мы видим как хорошо выкупили, на каком объеме не пустили, ниже этой, это дневной график напомню, не пустили, на объеме выкупили, хорошая свеча нарисовалась. Что сейчас? Сейчас у нас есть два сценария, как впрочем и всегда, да, или идем вверх, или идем вниз, или зависим в воздухе. Смотреть бы по ситуации, 67,57, то есть если вот эту все-таки всю свечу, которая выкупная, сильная такая, на объеме зальют, тогда нам порог идти где-то вплоть до, ну вот это новый контракт на московской бирже, он каждый месяц экспирируется, я напомню, поэтому у меня не такой контракт может быть, как у вас. Это где-то в районе, по-видимому, что у меня 63,78, это худший сценарий, да, если мы пробьем обратно 67,57 и будем спускаться ниже, мы пойдем дальше на снижение. Значит, это был откуп тех, кто закрывал свои позиции, может быть, выносили, те, кто здесь уже на жадности открывал шарты и думал, что там сейчас нефть будет по 30, но нам это не важно. Вот такой сценарий, это 67,57 и второй сценарий, что это все-таки была выкупная свеча, да, и кто-то здесь набрал себе позу для похода выше. Локально сегодня я бы даже смотрел в зоне 70,50, вот где-то здесь я бы ее пытался брать на продолжение вплоть до 72,94, сильно бы не ждал, потому что это все-таки против тренда, да, на отскок, коротенькое движение вплоть до 72,94 в принципе может дать. Что на следующей неделе делать? Если мы закрепимся выше, да, 73, вот тут нам нужно постоять хорошо, чтобы сделать хоть какой-то перехай прошлого хая, да, вот какой был, потому что сейчас, если мы посмотрим на часовом графике, да, каждый хай ниже, ниже, ниже и нас прибивает все ниже и ниже. Что для этого нужно? Естественно, нужно выровняться, да, хорошо постоять 100%, да, зная, что это нефть, хотя на рынке не бывает 100%, но на нефти можно такой результат дать. 100% здесь, если будет стоять, будет какой-то ложный вынос, да, если это будет поход наверх, вынесут, потом обратно занесут, и вот тогда будет вообще идеальная точка. Хорошая точка, это если пробьем просто, постоим, можно заходить, да, но рассчитывайте на то, что вы получите 100, и после перезахода нужно будет все равно себя пересилить, зайти, потому что это будет точка еще сильнее. Это что касается по нефти, то есть смотрим за уровнем еще раз, 73, да, ровно, и уровень 67, 57, и где-то, а на часовете он точно такой же просто, что я немножко до хвостика не довел. По доллар-рубль. По доллар-рубль интересная ситуация в плане того, что при такой корректирующей нефти рубль никак не реагирует, да, и тем не менее относительно доллара все равно ведет себя слабовато. Поэтому, чтобы я посмотрел, видно, что идет какой-то набор, да, но все равно мы видим слабость, да, мы можем предположить, что это все развод и будет вверх, но по технике, так как мы торгуем, нет никакой вообще, нет никакого сигнала, да, на то, что все-таки инструмент будет разворачиваться. Единственное, что я себе отметил, это уровень вот этого дня, 1, да, 1 декабря. Вот если мы удержимся сегодня, да, закроемся вот выше него, тогда можно рассматривать. И то очень хиленький, слабенький такой уровень, но тем не менее может отсюда пойти, потому что с этого, с этой зоны, да, примерно было такое импульсное движение, да, вы видите, импульсное сразу же откатились. Дальше пошли точно так же и здесь, откатились и пошли, то есть где-то инструмент все равно подбирают, уже такой у нас некий восходящий тренд нарисовался. Если смотреть на глобальный, мы видим, что это всего лишь на Всевадску. Поэтому сложная ситуация, еще раз обращу ваше внимание, 73 900, я бы за этим уровнем понаблюдал. На часовом графике, если мы присмотрим, то четко видно, что есть уровень 74 500, да, который вчера протестировали, пробили, протестировали. То есть нам жизненно важно, если мы рассчитываем на лонг, то, естественно, закрываться выше этого уровня. Если это будет, скорее всего, не на этой неделе, да, потому что если мы сегодня к пятницу резко так подойдем, то, скорее всего, мы также резко отколемся и пойдем еще ниже. Нам нужно медленно, чтобы мы подошли, чтобы нас занесли за этот уровень, постояли, и тогда мы можем рассчитывать до следующей границы 75 500. Давайте с вами рассмотрим еще золото, как всегда, да, по традиции рассмотрим, но, если честно, никакого интереса у меня сейчас не возникает, потому что просто идет слив, мы видим, что все хвосты идут сверху, да, то есть прибивают инструмент, прижимают. Может, это будет прижим, 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 и после этого резки, да, как некоторые треугольники, черти, да, начертили какую-то линию, еще раз. Вот такое, да, там прижим, например, нас прижимают, все, все тут заходят, все, мы сейчас летим там 17-23, и потом резкая такая палка, извините, но мы едем в другую сторону. Поэтому смотрите очень аккуратно, но сейчас золото, ну, никаких у меня не идей, да, идет, где его брать, непонятно, потому что уже много прошли, уже просится оно на откат. Заходи здесь, как мы видим, каждый откат ниже, вроде бы по теханализу все хорошо, но много уже прошли, уже просится он после хорошего отката, да, хотя бы процентов там от этого движения, да, я имею в виду, вот оно было 5%, хотя бы откат 2% вверх, было бы замечательно. Тогда я бы посмотрел на что, сейчас я вообще не рассматриваю золото, да, то есть, когда оно подойдет к этому уровню, тогда можно о чем-то говорить. Сейчас загадывать, что будет ни объема, ни как таковой формации, я, к сожалению, не вижу, поэтому золото даже не рассматриваю. Из интересных идей это, пожалуй, все. Буду желать вам хорошего дня, прибыльных сделок, готовиться к празднику, приятного настроения и всего доброго. До свидания.